...развитие нашего города, история рождения и продолжения жизни двух домов продолжается. Я хочу еще сказать огромное спасибо тем, кто расстался неравнодушным. Потому что вот с детям нужны площадки. Вы сами сейчас видите и знаете, что сейчас детские площадки в нашем городе растут как рыбы. Конечно же они растут благодаря тому, что идет сегодня подготовка к избирательной конфликтам. Так бы, конечно, никто не дождался. Но тем не менее, и за то, что они появляются, наша власть обязана не только благодаря выборам, а делать это постоянно. К сожалению, то, что они могли предложить этому дому, он находится справа. А благодаря тому, что здесь проявили и инициативу, и настойчивость. Вот Наташа молодец, вот Ваша Рита молодчинка, и все вы поддержали. И я хочу сказать, что во всем этом приняли самое активное участие наша городская партийная организация. Огромное спасибо хотим сказать Николаю Васильевичу Кравченко, первому сектору областного комитета партии, который выделил определенную денежную сумму в размере, буду я не скрывать, это было всего 5 тысяч. Депутат областного совета, который живет в Красноармейске, но он избран в областной совет от Компартии, тоже выделил 5 тысяч. Добавили коммунисты города к этой сумме. Кроме этого, Комара Васильевна, директор магазина ВЕС, вы сами знаете, приняла самое активное участие. И тоже платили приличную сумму денег, я не буду говорить какую. Кроме этого, огромное, конечно же, внимание уделил Дилин Виктор Леонидович. Он выделял здесь транспорт, который все это приводил в порядок этот двор. Он завез сюда песок. И ему огромное спасибо. Я его сегодня приглашала тоже на открытие этой детской площадки. И хочу сказать, что здесь принял огромное участие и приложил свой физический труд. Есть у нас такая компания, фирма, будем так говорить. Это делал своими руками Шамиль. Он не пришел сегодня, к сожалению, но вы все должны, жители, знать. Вот это вот наш коллективный труд, делал все возможное, чтобы на этом месте наши дети радовались и отдыхали на этой площадке. Вам еще раз хочу пожелать одного единственного. Чтобы вы свой опыт защиты узка земли, который принадлежит сегодня людям, а не кому-то отдельному, какому-то гражданину, который хочет его забрать себе. Чтобы вы этот опыт передавали другому. Я хочу сейчас, чтобы здесь, может, вы присутствуете, что-то спали. Хочу пожелать всем вам, вы знаете, что Бог приближается в нашей жизни очень ответственный день. Если кто-то хочет его, как-то, знаете, притушить свою активность к этому, то ни в коем случае этого делать нельзя. 28 числа будет выбор, который каждый из вас присутствующих должен будет выбрать. Поймите, что от вашего выбора зависит будущее жизни. Я не хочу агитировать много, потому что агитатор у вас вот красное знание на этом доме. Я не хочу агитировать отдельно каждого, но хочу сказать, что люди должны понять. Все то, что было когда-то потеряно, его можно вернуть. И вернуть это сделают наши дети, может быть, наши внуки и правы. Потому что вы знаете, что после победы в Великой Отечественной войне город был разрушен. Пришли люди с фронта, засучили рукава и отстроили город. Точно такой же подвиг могут повторить и будущие поколения. Но для этого нужно, чтобы люди сделали правильный свой выбор. Если этого не будет сделано, мы во всем проигаем. Тогда нужно менять рука самим носом. А сейчас я думаю, что если кто-то из присутствующих хочет сказать несколько слов, Ну, тогда в конце мы разрежем чисто символическую красную ленту и подарим нашим детям. Я считаю, что это для детей радость и для вас тоже, потому что мамы смогут постоять, посудачить, отдохнуть, а дети в эту коробку шлифоваться. Спасибо вам огромное за внимание и за все, что вы изначально сделали для своих же детей. Спасибо и вам. Спасибо.